Всем привет! Меня зовут Павел и вы находитесь в моей уличной студии канала Gadgetmania и сегодня я вам расскажу про Bluetooth наушники из Китая. Давайте начинать! Поехали! Ну для начала я вам расскажу о комплекте поставки. Все это приезжает вот в таком пакете, соответственно запечатано в посылку. Здесь вас ждет приятная коробочка плюс дополнительный чехольчик. Коробка выглядит следующим образом. Она ничем не примечательная, она картонная. Здесь вы найдете инструкцию, кабель для подключения зарядки, амбушюры и собственно сами наушники. Также в комплекте у нас есть вот такой вот чехольчик. Это мило и приятно, что вы сможете носить, если что, вот в таком вот чехольчике эти самые наушники. Эти дрянные чайки. Они прямо вот... Да что ты, черт побери, такое несешь? Сами наушники сейчас находятся на мне. Я их тестирую порядка двух недель. И у меня, собственно, по использованию, по удобству использования к ним никаких проблем нет. Потому что они выглядят неплохо, они пластиковые, легкие. Единственное, что меня смущает, это постоянно трясущиеся вот кнопки переключения громкости, повышения и понижения. И потому что они пластиковые, и в пластиковом корпусе они трясутся, и это создает какой-то дополнительный дискомфорт при ношении, при, может быть, если вы бегаете, потому что это ассоциируется... Точнее, они позиционируются как спортивные, то есть вы, типа, занимаетесь спортом в таких наушниках. Они абсолютно не спадывают у вас с головы, даже если вы будете бежать, даже если вы будете прыгать. Ну и, соответственно, вот это постоянное бренчание, если вы не хотите его слышать, то вам не стоит покупать эти наушники. По удобству ношения в ушах никаких проблем нет, они действительно удобно крепятся в ушной раковине. Есть сменные амбушюры под любой размер уха, есть логотипчик производителя. Ну и хотелось бы немножко другой провод, потому что вот эта вот обычная оплетка вот такая вот, она, конечно же, со временем порвется, хотя она здесь немножко толще, чем на обычных наушниках. Но все равно хотелось бы что-нибудь, может быть, лапшевидное или, допустим, в тканевой оплетке, или какой-нибудь армированной. Ну а в целом они практически ничего не весят, они действительно незаметны у вас на шее, когда висят и вы не слушаете. Ну и имеют ряд преимуществ, о которых я сейчас расскажу дополнительно. Собственно, звучание. Это самое главное, что происходит с такими гаджетами, как Bluetooth-наушники. Сразу скажу, что звучание здесь мне не понравилось. Это мое субъективное мнение, хотя звук дело относительное. Для каждого он разный, для каждого кому-то нравится такое звучание, кому-то не нравится. Но мне, а, не хватило громкости, мне не хватило низких частот, мне вообще не хватило качества звучания, потому что присутствует в любой музыке, в любом треке, воспроизводимом через эти наушники, присутствует вот такой вот какой-то немножко металлический оттенок, как будто бы прогнали все через специальный эквалайзер. При этом я слушал как на продукции Apple на iPhone, и при этом я слушал это на Android смартфонов. Звучание мне данных наушников, честно, не понравилось. Давайте далее. Что касаемо цены, и где их можно приобрести, если вы хотите себе недорогие Bluetooth наушники. Стоят они 20 долларов. Прислала мне их компания, занимающаяся совместными групповыми закупками. Попросили рассказать, что существует у них такой сайт. Ссылочка будет в описании. Если вы, допустим, хотите купить тот или иной предмет, продающийся на этом сайте, и вас два или более человек, то вы можете существенно на этом сэкономить, то есть до 50%. Также у них есть группа в Фейсбуке. Если вы туда перейдете, то вам дадут купон на скидку в 5, в 3, в 5 и далее долларов. Напишите, что вы с канала GadgetMoney, и по-любому они должны предоставить вам скидочку. В общем-то, сайт совместных покупок. Я сначала подумал, что это какая-то американская компания, но после того, как я залез непосредственно и посмотрел, ознакомился со всеми, скажем так, со всем тем, что я увидел, я понял, что это наши братья-китайцы. Стоят ли они 20 долларов? Нет, они не стоят 20 долларов. Красная цена 7-10 долларов. Я думаю, что как раз-таки за счет того, что якобы они это делают групповую закупку, то есть покупают сразу несколько человек, то и такая цена и получается. Изначально они стоили 20 долларов. Комплектация у нас неплохая, неплохо сидят в ушах. Звук у нас на твердую троечку по пятибалльной шкале. Ну, в принципе, больше мне о них сказать нечего. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно пишите, что вы супергерой, если досмотрели до этого момента. Ну, извините, что потратил ваше время. Да, наушники так себе стоят, не очень хороших денег. Но все равно спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся. Подписка, лайк, дизлайк. В этом случае я не расстроюсь, если поставите дизлайк. В общем, любую активность я встречаю очень-очень прикольно и рад этому. Обязательно вступайте в чат, в телеграме. Все полезные ссылки, как, что и где, вы найдете в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok